Здравствуйте! Довольно-таки холодное утро середины мая. Я у реки. И что я здесь нашла? Расчудесные грибы. Конечно, вид их не из лучших от холода и заморозков, но грибы есть грибы. Трутовик серно-желтый. Вот там вот лезет, вот там вот. Их еще называет грибная курица, древесный цыпленок, потому что вкусом они похожи на мясо курицы. И они здесь молоденькие, действительно цыплята. Еще каплевидной формы. Еще не разрослись волнистые псевдошляпки. И сколько их здесь много? Эти два уже как бы в кондиции. С другой стороны вербы тоже растут. Вот там вверху два, у основания веток. Но там их я не достану. А здесь мы заберем эти грибочки. Есть такое выражение. Цыплят по осени считают. Этих цыплят, древесных цыплят, мы считаем по весне. Очень много их здесь. А срезать не так-то просто. Они как-то все же огрубели от заморозков. Им нужно тепло. Грибок откололся вместе с корой вербы. Он все-таки свежий, несмотря на такой немножко замерзший вверх. Внутри он свежий, а запах такой грибной, такой чудесный. Вот этот вот срезаем. Ой, он вот там внутри находится. Парккнь. Паркк. 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 Пока у нас только два чудесных гриба. цыпленка надеемся попозже их будет больше эти вербы тоже корябые старые и рядом верба с трутовиком серно-желтым но грибные споры сюда почему-то не перелетели если трутовик постареет то я перемещу его кусочки в вербовые расщелины помогу трутовику расселиться идем дальше здесь и рыбаки себе место возле реки обустроили а бузина смотрю еще не расцветает она умная все в этом году раньше как-то раннее тепло все обманула а потом холода и морозы а бузина по придержалась и уже расцветет когда будет тепло по-настоящему здесь романтический мостик можно сидеть летом возле реки свесив ноги и на той стороне мостики а еще на той стороне в камышах белые лебеди видно не видно тоже верба старая-старая покореженная но здесь грибное место заняли трутовики настоящие а жаль пусть бы были съедобные трутовики хотя все грибы нужны здесь на вербы смотрю они тоже довольно таки старые вот там кто у нас такой красивый вытянул шею вот летит все же лебедь а когда вытянул шею мне казалось что цапля вот там наша дамба вода спадает не особо видно но видно здесь роскошный живокост цветет и цветочки у него и красненькие и синенькие и розовенькие но самое главное у него листья вот такие они шершавые и хорошо прикладывать к больной спине или к больным коленям а здесь какой большой куст живокоста и как же он красиво цветет некоторые кисти уже перецвели а некоторые еще цветут а это какой-то другой вид живокоста с беленькими цветочками и листья у него более шершавые чем у того который я показывала перед этим вы видите сколько повязалась алычи чего доброго как говорится но здесь на ветках еще одно в кавычках интересное растение серенькая где-то она была пониже вы видите она на многих ветках пониже это вот здесь и наверное вы узнали инвазивное растение это бешеный огурец он далеко выстреливает семенами и семян у него много раньше его не было а сейчас его становится все больше и больше иду вдоль берега реки там перед дамбой она была широкая дамба загородила воду а здесь уже река вот такая по берегу люпины расцветают красивое растение но инвазивная она вытесняет местные виды растений тоже попала в дикую природу из цветников когда-то как и золотарник канадский бич наш сегодняшний здесь раньше столько желтых ирисов цвело сейчас расцветает только один ну вот там еще грубка желтеет тоже только расцветают ой сколько уток диких уток собака наверное их напугал это и взрослая утка и какие уже большие утята может и я испугала детенышей утки какая прелесть не плыви туда на берег там собака есть о собака подал голос пёс подал голос и я думаю что уже утка мама на стороже ой последний отставший догоняет и сколько много утят вывела вы видели а вообще-то я сюда на последнюю грибную локацию каждый год на этих пеньках вырастал трутовик серно-желтый вот там какой-то трутовичок маленькие есть но это не то в этом году нету или пока нету заглянем сюда еще попозже